Написано, Тача спасал я к Тебе, и Ты хорошо сделал, что пришёл, теперь все мы простоим пред Богом, чтобы выслушать всё, что повелено нам от Бога. Я прочитаю ещё один текст. Это Тимофею. На сегодняшний день. И беспрекословно, это первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознёсся во славе. И прочитаем несколько текстов из послания 1 Петра. Это 2 глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Из 3 главы 17-18 стихи. Итак, если угодно, воле Божией лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщен по плоти, но ожив духом». И 4 главы 1 стих. Можно 2 даже. «И так, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестаёт грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Мы слышим здесь одно слово, но оно ещё есть, вспоминается здесь в этом послании не один раз пострадать. Знаете, оно как-то коснулось меня. Мы читали вместе, молились с женой, и сейчас проходим это послание. И оно у меня эти слова, два слова, четыре здесь. «Христос пострадал за нас». «За нас», знаете, это, ну, а кто я там среди нас? «Христос пострадал за меня». Знаете, оно по-другому звучит. Оно врезалось в меня. И теперь оно не даёт покоя. Когда мы читаем первое послание Коринфянам, 17 глава, 1 Коринфянам, 17-18 стихи. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не при мудрости Слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». И вторую главу. Павел, когда проходил, написано, «Когда я проходил», 2 глава, с 1 стиха. «Когда я проходил к вам, братья, проходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и Слово Мое, и проповедь Моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утвердалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». И когда мы читаем послание Аллатам, 3 глава, 1 стих, здесь апостол Павел, знаете, он нарисовал эту картину о распятии Иисуса Христа. Аллате находилось вдали от Иерусалима, а вот когда он писал это письмо им, то они видели его как бы на самом деле, как здесь он говорит, о несмысленной Аллате, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Читаем 23 главу Иоанна и Леонид Луки. Это произошло в Евсиманском саду, когда Иисуса Христа взяли, арестовали его, производили над ним суд несправедливый и повели его. Это 53 глава, 7 стих Исаии. Мы читаем, как овца, вот здесь, он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца, ведь он был на заклание и как кагнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Плевали, издевались, заушали, и потом его отвели его к Пилату Иисуса Христа. Пилат его также исследовал и не нашел ничего, чтобы можно было предать этой страшной участи распятию. Он его хотел отпустить, но когда он узнал, что здесь находится Ирод, в Иерусалиме, он его отправил туда. Ирод, увидев, 8 стих, 23 главы Луки, Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо и предлагал ему многие вопросы, но ничего не отвечал ему. первосвященник же и книжники стояли усиленно, обвиняли его, но Ирод со своими воинами уничижив его, насмеявшись над ним, одел его светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Ирод тоже не нашел в нем никакой вины. Посмеялся, не получил ничего от него и отправил обратно к Пилату. Пилат, 14 стих мы читаем, «Сказав им, вы привели ко мне человека сего, как развращающий народ, и вот я про вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его, Ирод также, ибо я послал его к нему и ничего не найден в нем достойного смерти, и так наказав его, отпущу». В греческом оригинале слово стоит «били плетьми». Били. Тут написано «наказав ее, отпущу». Вы знаете, в оригинале там написано, что «били плетьми». Исайя 53, глава 5 стих, там написано такие слова, «ранами его мы исцелились». Вы знаете, когда читаем, «бив его, отпущу, наказав его, отпущу», оно звучит, ну, как бывает у нас, друг друга ударили, все, побили и разошлись. Но в Римской империи было совсем по-другому. «Они, евреи, не имели права бить своих братьев, не могли наносить этот второзаконие 25 глава, 3 стих, я прочитаю. Написано, что они не должны были бить, давать своему брату свыше 40 ударов. 40 ударов можно дать ему и не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими». Ну, вы знаете, его били римляне. Это происходило в Римской империи. И они его раздели, привязали к столбу. Столб был где-то такой высоты, на котором было кольцо. Его так привязали, что он не мог повернуться. И два истязателя избивали его. Это плеть, заплетен, прочитаю. Это плеть, этот кнут, который делали следующим образом. Брали деревянную ручку и к ней прикрепляли множество кожаных ремней. И к концу каждого кожаного ремня прикреплены куски металла, проволоку железную, разбитое стекло, острые кости. Эта плеть могла превратить тело человека в нечто ужасное. Этого наказания плетьми в Римской империи боялись больше всего. Это наказание было настолько ужасно, что если начинался бунт или какое восстание, римскому начальнику нужно было всего лишь поднять эту плеть. Это орудие наказания. И когда бушующая толпа видела эту плеть, она сразу успокаивалась и расходилась. Боялись римской плети. И когда били кого-то плетьми, наказание исполняли два истязателя. Удары наносились с одной стороны, с другой стороны и били двумя плетьми. Удары наносились по всей спине. вонзались все эти острые вещи вплоть глубоко, разрывая сухожилия, мышцы. И когда острые предметы вонзались вплоть тела человека истязателями, потом дергали плеть, чтобы вырвать куски плоти истязуемого и по спине, и по бедрам, задней части ног, даже по бокам, даже до живота доставали верхнюю часть груди, подвергалась даже по голове, в лицо. Человек терял человеческий облик. Когда иногда человека били плетьми, били до такой степени, что открывался позвоночник, и после истязания били по спине, переворачивали, чтобы нанести удары спереди. После этого истязания все тело человека спереди и сзади превращалось в одну большую рану. Терялся облик человека. Если бы не останавливали этих истязателей, они могли бы добить жертву до смерти. И многих плетьми забивали до смерти, потому что была обильна кровопотеря. Сердце билось все сильнее и сильнее. Сердце пыталось доставить кровь в те части тела, откуда текла кровь, но кровь текла через открытые раны. Из-за этого очень сильно снижалось кровяное давление, и очень часто человек терял сознание и упадал в обморок, и сердце переставало биться постоянно. И очень часто у человека останавливалось сердце, и он умирал во время истязания плетьми. Исаия 52 глава 14 стих написано, «Как много изумляли, смотря на тебя, столько было обезображен пачей всякого человека, лик его и вид его, пачей сынов человеческих». Если буквально воспринимать написанное, получается то, что после истязания плетьми Иисус перестал быть похожим на человека. Обезображен был лик его, пачей всякого человека. И Петр использует это тоже слово, он использовал это слово, которое просто потеряло всякую форму. Сейчас прочитаю. Он не сделал греха, никакого греха, не было лезть в устах. Будучи злослой, он не злослой, взаимно страдая, не угрожал, но предавал то суде и праведно. Он грехи наши сам вознес телом своем на древо, дабы мы, избавившись на древо, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Он использовал слово, которое просто потеряло всякую форму. И Петр был там и лично видел тело Иисуса. Евреческом использует слово, которое описывает тело, потерявшее человеческий облик, распухшее, раздувшееся. Это было всего лишь начало. Ранами его мы исцелились. Вы знаете, мы можем читать и не продавать им значение. А для этого, то, что Петр, когда мы читаем его послание, он говорит в 5-й главе пастыри, первый стих, пастыри ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий христовых, и соучастник слави, которая должна открыться. Мы должны понимать, хорошо понимать, какую цену заплатил Иисус за наше исцеление. Это было не просто царапины на его спине, но самый лучший пример, что я видел, это автор этого, что описывает, говорит, этот фильм «Страсти Христовы», но даже фильм «Страсти Христовы» не до конца передает весь трагизм, потому что Иисус вообще потерял весь человеческий облик после этого наказания. А потом еще распять. В Римской империи был закон, что преступник после вынесения приговора осужденный сам несет свой крест к месту распятия. И перед преступником, который несет свой крест, идет глашатой, вовсю кричит о преступлении этого осужденного. На шею осужденному преступнику вешали табличку, на которой писалось, в чем его обвиняют. Если он был убийцей, на табличке писали «убийца». Если он был вором, было написано «вор». И вот была такая традиция, что после распятия эту табличку прибивали наверху креста. Иисусу на шею повесили табличку «Царь Иудейский». Было написано на еврейском, греческом, латынском. Вот в чем его обвинили. Он заявил, что он царь иудейский. Луки 23, 33 написано. И там распяли его. Они бросили Иисуса на крест. Его руки растянули, сначала вбили гвоздь, 12,5 сантиметра в одно запястье. Потом солдаты взяли его в другую руку и начали его тянуть и тащили до того, чтобы вбить в руку к определенному месту к другой части креста. После того, как гвозди загнали в запястье, занялись ногами, длинным гвоздем прибили ноги к основанию креста. И жертве было трудно, тяжело дышать. Жертва подтягивалась, пыталась подняться, чтобы сделать глоток воздуха, потом снова проседая. И врачи говорят, что когда жертва пыталась подтянуться из-за из-за чего было трудно дышать. Жертва подтягивалась, чтобы сделать глоток воздуха, и снова приседал. И врачи говорят, когда жертва пыталась подтянуться из-за вывихов плечевой части, локтевой части, а также вывихи происходили в запястье повсюду, из-за этого длина рук могла увеличиться более чем на 20 сантиметров. И когда жертва оставалась просто бессильной, и жертва подтянуться, жертва начинала задыхаться из-за обильной кровопотери, и жертва происходила обезвоживание. Иоанна 19, 28 главе, там Иисус Христос произнес это слово «жажду». Из-за того, что жидкость уходила из организма, происходило обезвоживание. Через несколько часов мучений сердце жертвы переставало работать. Жидкость начинала наполнять сердце легкие. И все это проводило к тому, что жертва задыхалась. Главной причиной смерти было то, что жертва задыхалась. Легкие Иисуса настолько наполнились жидкостью, что Он просто захлебнулся, которая была внутри. Библия говорит, что римский воин пришел, чтобы проверить, жив ли Иисус. И Он пронзил Бог Иисуса копьем. И Библия говорит, что потекли кровью вода. Это стало доказательством, что Иисус уже мертв. Поэтому Ему не стали ломать ноги. Там еще. По правую и по левую сторону висели распятые разбойники. Им перебили кости ног, чтобы они не могли отталкиваться, делать глоток воздуха, чтобы они скорее захлебнулись. Ни одна... Слово Божие, в Псалме 21-м говорится, что ни одна из костей его не сокрушится. Мы живем такое время, что люди берут распятие и носят его на шее. Сережки делают, где распятие. Всякие ожерелья, бриллианты с различными камнями. Там распятие. На церквах красивое распятие. Мы теряем чувствительность. Мы перестаем чувствовать, насколько ужасный был крест для Иисуса. На кресте произошло страшное. Это когда он умер за тебя, умер за меня. Его тело выставили на показ глазеющему миру. Его плоть была разотрана в клочья. Он был изранен с головы до пят. Кровь текла по лицу, из рук, из ног текла кровь. Раны по всему телу. На боках источалась кровь. Все его тело превратилось в одну рану, которая кровоточила. И перед смертью Иисус воскликнул. Совершилось! И сказал, совершилось! И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Это та завеса, которая закрывала вход святой из святых. А Бог обитал в святом святых. И когда Иисус сказал, совершилось, невидимые руки взяли эту завесу, разодрали ее в клочья. Первый раз за всю историю человечества открылся путь святой из святых. И каждый человек может зайти туда. Когда Иисуса вознеси на кресте, он стал главной и последней жертвой. Когда кровь Христа текла по кресту, после этого первосвященникам не нужно было приносить жертвы. Крест, на котором его распили, стал великим алтарем, была принесена главная жертва за вас и за меня. И теперь, благодаря тому, что завеса разодрана, путь Богу открыт. Я снова прочитаю эти стихи, которые я читал в начале. Что Петр пишет об этом. Мы будем молиться. 21 стих, 2 главы Петра. «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас. Христос пострадал за меня». Четыре слова, братья и сестры. Мы можем молиться. Если Дух Святой ложит вам в сердце эти слова, произнесите. 3 глава, 18 стих. «Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши». «Христос пострадал за грехи наши». «Христос пострадал за мои грехи». И 4 глава, 1 стих. «Как Христос пострадал за нас в плоти, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдали». «Великий Бог, и беспрекословно великая была честь и тайна. Бог явился во плоти. Благодаря Твоей плоти мы имеем спасение. Это страшная участь. Ты отцу своему сказал, я иду исполнить волю Твою, Божию. Мы благодарим Тебя, что Ты был во всем послушан. Ты видел, что Отец делал, и Ты делал. Ты слушал, что Отец говорил, и Ты говорил. И Ты сегодня нам говорил, что Ты сделал для нас, грешников. Что Ты нас в свое время призвал. Христос пострадал за нас. Христос пострадал за меня. Христос пострадал за грехи наши. Христос пострадал за мои грехи. Слава Тебе! Сердечно благодарю, дарусь, чтобы мое сердце было наполнено этой хвалой, благодарностью. Чтобы повозвеличивать, прославлять. Чтобы мы, и дети наши, и внуки, и наша Церковь, Господь, сознавала, кто мы и кто Ты. Что Ты совершил для нас, грешников. Какой путь прошел. Ты пролил святую кровь для того, чтобы нас избавить от ада. Мы благодарны Тебе, что Ты стал этим противоядием, против этого греха, против яда. Помоги же и тем, которые сегодня еще не обращены. Даруй, чтобы они обратились, чтобы они услышали это слово. Что Христос пострадал из-за них. Обрати наших родственников, внуков, обрати. И тех, которые упали под ними, чтобы они не погибли. Да будет имя Твое прославлено, возвеличено. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Продолжение следует...